Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как инновационные технологии используются в современном бизнесе? Как правильно начать свое дело и стать успешным предпринимателем? Об этом говорим сегодня и в нашей студии руководитель Центра сопровождения проектов муниципального предприятия «Бизнес-инкубатор» Юрий Тихонов. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Юрий Аноневич. Здравствуйте. Давайте начнем с самого начала, чтобы нам все понять, что такое инновации вообще и как они задействованы и используются, и рождаются ли, и применяются в бизнесе. Ну, инновация – это само уже, можно сказать, русское слово. Это русское слово. Уже стало русским, потому что по-английски оно звучит несколько другое. Но это все новое, что применяется в конструкции изделия, в технологии – это очень важно. Иногда есть такое слово «ноу-хау». То есть, если запатентовать что-то можно, это запатентованная инновация. А если это талант человека и знание, как что сделать, это не всегда можно описать даже определенными жесткими документами. Это называется вот нерусским уж совсем словом «ноу-хау». И, соответственно, есть еще инновации организационные. Об этом у нас как-то не любят говорить, но, в принципе… Ну, редко очень, да, слышишь про это. Так нет, но это тоже… от этого зависят издержки производства, от того, как будет бизнес весь построен. Поэтому тут очень емкое понятие. Сегодня такое время, когда, наверное, вот как раз к этой теме экономии, к организационным вопросам приковано большое внимание. И вы, как специалист, можете, наверное, кому-то что-то и посоветовать, как правильно все организовать, чтобы экономить. Я буду говорить как от самарского бизнес-инкубатора. Наша задача – работать с малым и средним бизнесом. И это очень емкий, можно сказать, рынок услуг, потому что, я напомню, ведь у нас в Самарской области юридических лиц официально налогово зарегистрированного малого бизнеса, ну, более 30 тысяч. В Самаре половина. И, кроме того, не нужно забывать, что у нас и ЧП, или индивидуальные предприниматели, причем некоторые довольно с приличными объемами услуг или производства. Их более 70 тысяч. А если вот не в цифрах попросить вас охарактеризовать, что сегодня из себя представляет малый и средний бизнес в Самаре, как можно вообще про это рассказать? Это развитая такая система предпринимательская, или, может, не очень, с какими-то проблемами. Вот что сегодня из себя представляет малый и средний бизнес в Самаре? Ну, мы сейчас с вами уйдем от инноваций, потому что проблем столько, что действительно быть предпринимателем, быть руководителем малого предприятия – это своеобразный подвиг сейчас. Потому что нужно и выполнить законы, заплатить налоги, чтобы спать спокойно, как хорошая была, как говорится, поговорка, есть она. И в то же время нужно обеспечить развитие бизнесу, в конце концов заработать деньги для себя, для своей семьи. Да еще учитывая, что в каждом предприятии есть несколько сотрудников, и они должны тоже жить нормально. Ну, в общем, я так поняла, что не очень такой у вас оптимистичный настрой. Нет, не надо. Значит, я говорю о том, что все это сложно, и вот по теме нашего с вами выступления совместного, я могу сказать, что если человек работает по-старому, не понимает своего дела и не пытается работать по-новому, у него не получится. Понятно. То есть инновации помогут сейчас удержаться на плаву и даже больше того заработать деньги и бизнес свой поднять. Да. Вот вы можете конкретный пример привести, когда инновации были использованы в бизнесе, и это привело к успеху, так скажем. Ну, я бы начал с технических направлений. Вот простой пример. Год назад к нам в бизнес-инкубатор пришел один, ну, молодой товарищ. И, собственно, ему мы оказали очень небольшую консультацию, дали, как я иногда говорю, явки, пароли, куда идти в Министерство промышленности. По-моему, я тогда даже позвонил кому-то, чтобы его приняли, какие есть формы поддержки в Министерстве экономического развития и торговли. И вот 29 марта у нас в бизнес-инкубаторе было такое приятное мероприятие, вручали дипломы лучшим малым предприятиям по экспортной деятельности. Ну, все-таки надо подтолкнуть. Это есть такой фонд у нас, замминистра Горбунов вручал эти дипломы, и в том числе эта фирма. Они, ну, извините, так звучит, может быть, игриво, умудрились продать в Индию установку для контроля оконцовки крупных труб для газа. Ну, скажем, как Южный поток для Газпрома, то, что вот покупается. Трубы изготавливаются в Челябинске, там эти товарищи взяли самое емкое железо. Что они сделали? Они сделали приемопередающие лазерные устройства, программу компьютерную, соответственно, ну, компьютер тоже приобрели прилично. И получилась установка, которая контролирует размеры, ну, я уже буду показывать, трубы, а труба около метра. Ну, там они разные трубы, по-моему, более метра в диаметре. Это в диаметре? В диаметре. И, а точность замеров десятые доли миллиметра. И, кроме того, контролируется, труба продвигается, контролируется ее прямолинейность, будем так говорить. Контроль качества. Вот договор они выполнили, в Индию отправили, это экспортное мероприятие. Само собой, до этого еще одну установку они делали для Газпрома, как раз вот для южного направления, как они мне объясняли. Вот вам пример. Малые предприятия, мозги, работа с конкретными приборами, а железо, ну, конечно, надо суметь тоже закупить где-то. Это тоже в этой команде обязательно должен быть человек, который умеет ездить, закупать, договариваться. И показатели, ну, действительно, приятно даже говорить об этом. Такие примеры, когда наши малые предприятия не делают все железо, не берут на себя огромные производственные затраты, я могу набрать, ну, добрый десяток, два. Ну, тот же пример, допустим, в прошлом году получила диплом Силантьева Лариса Яковлевна, как лучший профессионал-эколог. Фирма 15 человек. Они сумели отработать технологии переработки твердых бытовых осходов. Значит, один небольшой такой, можно сказать, заводик или установку была отправлена в Болгарию, кстати, ну, это и раньше за год. А вот позапрошлым году они сделали такую установку для Белгорода. И губернатор там был очень благодарен. Ну, вот, для России, потому что неужели только в Болгарии нужно перерабатывать отходы? Нет, нет. Ну, самое обидное, что у нас вот в Самаре как-то ее все знают, но ее технология не пошла в ход. Ну, есть конкуренты. А кто должен закупить? Вот кто в этом заинтересован? Должен быть заказчик. Заказчик. Вот в Белгороде, допустим, кто заказчик? Ну, там построили мощный комплекс, и много отходов было, и, соответственно, они сразу запланировали. Ну, через знакомство, конкурс, они вот нашли ее. Она же тоже не всесильная. Она сделает один-два комплекса, конкурируют очень с нами немецкие всякие. Вы слышали, что это технологии переработки биологических отходов. Ну, и, к сожалению, некоторые российские товарищи предпочитают покупать заграничное. Ну, это отдельное дело. Вот этот, нужно вот этот вот тренд, так скажем, ломать, потому что вот если и мы начнем инновации использовать... Ну, я вам именно о малом бизнесе. Да, конечно. То есть люди небольшим коллективом научились решать сразу комплексные вопросы, не втягиваясь в большие производства и, соответственно, издержки. Потому что если бы мы создавали мощное производство и все делали бы у себя, допустим, она делала бы в Самаре, она бы столько затратила денег, столько потребовалось ей всяких оборотных средств, что под вопросом. А вот эта вот методика работы малых предприятий, она у нас внедряется. Я специально рассказываю, чтобы все поняли, что специфика разная. Если мы говорим о предприятиях, которые делают комплектующие для автоваза, локализации, все, там несколько другие подходы. Мы сейчас говорим с вами о малом бизнесе, где бизнес-инкубатор старается помочь. Мы, кстати, Ларису Яковлевну возили и в Похвестнево, и в Кенель-Черкасский район, она там рассказывала им. Ну, и, видимо, у них нет денег и мощности, чтобы заказать. А вот как ситуация в Самаре, ну, естественно, она отличается от ситуации в районах, и чем вы можете быть полезны районам в отношении бизнес-инкубатора? Вот так-то это самарское, конечно, предприятие, но все-таки вы уже в районы выезжаете. С чем? Зачем? Нет, ну, мы-то сосредоточены, конечно, на Самаре, потому что действительно мы муниципальные предприятия. Ну, примером, может быть, служить, и вот в прошлом году уже Олег Борисович Фурсов тогда попросил, потребовал, и мы делали в мае месяце прошлого года выставку «Самарский бизнес» в Самарскому ЖКХ. Как раз дождь шел, а мы на улице там вынуждены были выставляться. Ну, не страшно, люди... Ну, были разработки достойные? Нет. Вот я назову вам пример, ведь многие приходят не для того, чтобы сказать, вот дайте нам работу, мы сделаем. Мы выставили людей, которые уже имеют определенный опыт. Может быть, не в Самаре, может быть, комплектующие они берут еще откуда-то. Ну, вот пример лаборатория, Самарская измерительная лаборатория, господин Неустроев. Это ультразвуковые счетчики, которые делались в свое время, они пришли, с экрана вышли специалисты. У нас есть конкуренты, все, можно очень много говорить. Но они сделали прибор, который показывают всегда. Это берут, и вот из чайника, когда выливают воду, то вот 100 грамм, и 100 грамм прибор ультразвуковой показывает. То есть чувствительность огромная, ультразвуковую саму систему, это наше, Самарское, изобретение, патенты. Единственное, что электроника у нас не стало, и Неустроев, вынужден через Новосибирск заказывать коммутирующее программное устройство, это так называется, в Китае. Ну, без Китая, сейчас мы редко в курсе. Для Самарского водоканала он делал, устанавливает, не одна штука стоит, работает. А сейчас, насколько я знаю, вот, если он может услышать, еще и еще лишний раз позвонит и подтвердит, у него самый приличный заказчик – это российские коммунальные системы. Самарские коммунальные системы входят в эту систему, поэтому я думаю, что и на наших системах такие ультразвуковые расходомеры автоматом должны появиться. Конечно, это прибор, непростая вертушка, но это, я бы, как пример инновации и организация производства, которая минимизирует все остальные расходы. Да, но вообще говорят, что вот время кризиса, оно как раз подталкивает к какому-то росту, подъему, к поиску новых действительно решений. Вот сейчас время кризиса – это время начинать новый свой бизнес? Вот вы как, вы работаете с молодыми предпринимателями, вот стоит сейчас? Пожалуйста. Я не понимаю ваше слово сейчас. То есть это уже… У нас перманентная сложность состояния в экономике. Мы не успели выйти толком из 98-го года. Появился 2008-й. Сейчас вот еще. Но дело в том, что в этих условиях все равно приходится искать вот инновации, новые решения. И, вы понимаете, нужно спокойно относиться к мировому опыту. Да. Малые предприятия тем и хороши, если что-то совсем не получается, значит, оно закроется и обанкротится. Как это ни печально, но это так и есть. Но этот активный человек, он все-таки часть денег-то у него останется, энергии у него есть, голова обычно есть. У нас почти вот все, с кем мы работаем, большинство все-таки, это очень опытные люди уже. И они, соответственно, быстро-быстро находят еще одно применение. Вот есть еще одна очень старая моя знакомая, это, ну, хоть не полагать, я назову Хамильфо. Да, да, мне так скажем. Хамильфо. Она просто шила, потом шила, значит, различную вот спортивную форму для всех выступлений. Это уже уникальные вещи. Сейчас вот мы недавно, она была у нас в бизнес-инкубаторе на одном из мероприятий. Она немножко взяла передышку, но, кстати, она была не просто. Она в встрече с почетным консулом Италии, господином Жан-Гвидо Бредо, обсуждали возможность все-таки работы. И у нее, она хочет шить уже нормальную предопорте. Правильно я произношу? Да. И причем я вот, зная ее столько лет, знаю, что она своего все равно добьется. Но это такая жилка должна быть у человека. У нее желание работать. Да, вот предпринимательская жилка, да. И вы понимаете, конечно, ей нужна помощь, для этого есть у нас структура, для этого нужны вот наши, то, что бизнес-инкубатор, вот связи, ее пригласили, познакомили. Если надо, вот будет, мы мечтаем все-таки, Жан-Гвидо поможет нам, господин Бредо, прошу прощения. И мы, может быть, опять, ну, вместе, и там, кто захочет в Италию съездить. В отличие от того, как ведут вот малое предпринимательство, бизнес за рубежом, вот в той же Италии, там, и в европейских странах, и у нас. И в чем это отличие, на ваш взгляд? Ну, мы достаточно знакомились, отличие очень простое. Все-таки там условия для существования бизнеса гораздо лучше. Потому что вот сколько не слушаешь представителей малого бизнеса, все жалуются, то налоги высокие, то что-то душат их, то проверяют много, то еще что-то. А государство же заинтересовано в развитии. Я этого повторять не буду, я могу только подтвердить, это, кстати, еще в свое время мы и в торговой промышленной палате, я там долгое время проработал, и вместе с союзом работодателей говорили. Ведь, допустим, во Франции инновационные виды оборудования, а конкретно IT-технологии, компьютеры, вся прочая вычислительная техника, значит, по закону амортизируются за два года. Логично, потому что через два года программное обеспечение уже другое. У нас развивается компьютер, у нас через 3-4 года это вообще старье. Поэтому нужно, чтобы в любом производстве стоимость этого инструмента, оборудования, перешла в себестоимость. А у нас с вами амортизационные отчисления не дифференцированы, по крайней мере, до последнего времени. Вот вам пример. А в Китае вообще первые два года малый бизнес без налогов. У нас введено. Ну, извините, для этого нужно именно конкретно патент взять, и там специально это. И перечень этих бизнесов, ну, будем говорить, не очень большой. А вот вообще льготные направления для бизнеса сегодня есть, которые поддержатся, будут поддержаны государством? Не, ну я вам привел примеры. А еще, ну вот, допустим, сельскохозяйственное направление или какое? Там очень много методик, это субвенции, субсидии. Мы не можем сказать, что у нас нет этого. У нас есть. Но отличие вот от той схемы, которая есть в самых странах, где льгота, нам нужно сначала вложить деньги, потом получим субвенцию. Нам нужно сначала доказать, что ты, мягко говоря, не верблют, тогда вот тебе что-то дадут. А пока ты не докажешь, и получается еще вдруг оборот в другую сторону. Вот получать льготы те, кто организовались вот только что. А если я проработал уже 3-4 года, значит, я должен опять, как умный человек, старое предприятие... Прикрыть, закрыть. Ну зачем? Ну, в сторонку, а открыть новое. То есть, а это опять деньги, организации. То есть нашему бизнесмену приходится быть талантливым и экономистом, и юристом, и всем прочим. И зря говорят, что их у нас лишнее. У нас их не хватает, грамотных юристов и экономистов. Да. Конечно. Наоборот, говорят, что очень много экономистов и... Юристов неграмотных. А грамотных у нас не хватает. Да. И вот, конечно, чтобы вести бизнес и начинать его, и сделать эффективным, тоже нужно быть грамотным. Вот бизнес-центр, есть у него такая функция информативная, даже обучающая может быть, вот, чтобы помочь в знаниях, в опыте начинающим? Ну, если я не буду так гордо заявлять, что мы все можем, просто в силу того, что бизнес-инкубатор у нас просто людей маловато. Хотя у нас в бизнес-инкубаторе практика, что мы даем помещение для фирм поддержки бизнеса. Это и бухгалтерия, это и консультации разные, сертификации. У нас таких фирм как раз чуть ли не половину. То есть бизнес-инкубатор дает возможность работать помощником бизнеса. Но я напомню, что у нас очень мощно работает и КОСО, это информационно-консальтинг агентство, это департамент областной. Мы с ними не делимся и, скажем, во все районы мы регулярно выезжаем для консультаций, то есть сотрудники бизнес-инкубатора, и мы благодарны, конечно, сотрудники поддержки департамента предпринимательства. Ну, это и КОСО, это отдельное учреждение. Мы так вот дружно работаем и, в принципе, всегда стараемся, чтобы, ну, как можно бизнесмен или начинающий предприниматель как можно быстрее нашел дорожку выгодную для открытия бизнеса. Понятно. А в чем же все-таки вот эти противоречия и проблемы, которые складываются между бизнесом, пусть малым и средним, и государством? Почему вот нет такого вот единения? Потому что государству выгодно, да, с одной стороны, чтобы вот и бизнес малый, и это со всех требований говорят, чтобы развивался, поддерживайте, а все равно вот как-то получается, что расходится в сторону. Ну, вы понимаете, мы опять вот хоть и ушли от этой темы, но, наверное, это самое волнительное, я попытаюсь сказать, ведь государство у нас, оно довольно-таки ушло от многих вещей. И хотя вот контрольные функции и все прочее, они сохранились и даже правильно, многие говорят, и я могу подтвердить, избыточные, потому что насчитано 40 с лишним учреждений, которые контролируют, как кто работает. Вот. Но, в принципе, решает вопрос, что делать и как делать сам предприниматель. То есть свобода у нас относительно полная. То есть можно заниматься любимым бизнесом, ну, конечно, кроме преступного, я даже о них говорить не хочу. А, в принципе, лицензирую не так уж много направлений. И, в принципе, вперед, работай. Значит, и многие даже говорят, ну, только лишних бы проверок не было и лишних этих, но некоторые говорят, что лучше даже и нам и помощь не нужна. Потому что самое главное, конечно, финансирование. Финансирование государство у нас тоже жестко ведет, ну, в соответствии со структурами. И вот то количество предпринимателей, которое есть, оно ведь, вы сами вдумайтесь, я вам называл. Значит, единственное, что, конечно, заталкивается вот различными вот нашими сложностями, многие, не скажу, что предприниматели заходят, а, ну, приходится им тщательно продумывать, как оптимизация налогов, все прочее. И очень много уходит в серой, серой зону схемы. Ну, в принципе, я так скромно пытаюсь говорить, впрочем, посмотрите объявления на столбах и поймете, сколько у нас людей предлагают у своей услуги. Извините, иногда даже хочется сказать спасибо государству, что у нас интеллектуальная деятельность и деятельность наличных подсобных хозяйствах, сельскохозяйственные, она все-таки позволяет делать все, что угодно российскому человеку. И многие живут за счет вот этой некоторой свободы. Но, вы понимаете, это, как говорится, не та зона, о которой можно сказать. Основная масса, значит, более 300 тысяч человек в Самарской области работают в малом и среднем бизнесе. Это люди, которые получают деньги, платят налоги какие-никакие, обеспечивают свою семью. И таких людей, хотя проблемы всякие есть, становится, вот иногда мы считаем, вроде меньше после жестких мер. Вот киоски у нас убрали еще что-то, но среднее количество людей, которые все-таки работают, у нас на определенном уровне содержится. Все-таки вы работаете с начинающими предпринимателями и хочется получить какие-то советы от вас. Вот когда стоит обратиться к этой вот вообще мысли, открыть свой бизнес, с чего начинать, когда к вам идти, с чем к вам приходить? Уже с каким-то проектом просчитанным? Что вы можете предложить? Нужно начинать элементарно от первой мысли. У нас производятся различные учебы. Можно прийти и получить вот от нас... Не сразу вот с проектом просчитанным и с выгодой там, а вот это просто на консультацию. Нет, в уме человек, если решается на какой-то бизнес, он в уме уже должен посчитать, что это что-то принесет ему. Лучше, конечно, перед этим посидеть на бумаге. И самое главное, я бы сказал, не с чем идти, а на что обратить внимание. То, что называется таким словом, как маркетинг. Рынок – это самое главное. Услуга ли, товар, будет ли спрос, есть ли конкуренция. Это любой человек разумный, хомо сапиенс, он с этого начинает, если он думает что-то открыть. И фактически вот с этими мыслями о том, что это нужно или ненужное направление, конечно, желательно к нам прийти. Такие люди приходят, и я могу сказать, что определенное количество людей получает от нас совет поищить еще что-нибудь. В принципе, квалифицированные, я уже сказал, что есть еще структуры департаменте. Там занимается самым главным, мы этим, не хватает нам силенок, то, что называется упаковкой проекта, бизнес-планом. Это, в принципе, есть фирмы, которые помогают. При желании можно сделать это. Ну, самое главное, мы, конечно, стараемся дать направление куда идти. Понятно. К нам поступил вопрос от Валентина Павловича Макарова. Есть предложение, которое можно внедрить. У меня есть авторское свидетельство, выданное в СССР патент. Кому я могу сейчас обратиться? Из Сызрани, кстати, к нам дозвонился. А вот что-то со времен СССР это еще действует? Это действует нормально. У нас полная правопреемственность. Ну, для начала можно... Вот в Сызрани вы сможете приедет, если он соберется? Пожалуйста, пожалуйста. Сможете его проконсультировать? Мы никому не отказываем. И можно и по телефону дать определенные вещи. А телефон помните на память? По которому можно Валентину Павловичу... Я лучше свой телефон дам. Я все-таки бизнес-консультант. Самарский номер 248-21-30. 248-21-30. Это мой сотовый, он и рабочий, и все. И я готов, по крайней мере, первичное выслушать и подсказать. Если телефон бизнес-инкубатор, прием, нет, я еще раз, 310-34-34. Постоянно на связи есть наши сотрудники или... Скажите, пожалуйста, у нас буквально просто две минутки остается. Если человек вот действительно с предложением, с инновацией, с какой-то вот к вам обратиться, он может рассчитываться на какую-то поддержку, на какие-то гранты? Не то, что вот... Значит, система есть. Есть такая, да? Во-первых, мы пошлем, и я часто посылаю интересных людей в инновационный инвестиционный фонд, где тоже к нам прислушивается руководитель Владимир Владимирович Зимцов. Чтобы это вот не зарывали в землю, а шли. Они занимаются интересные упаковки, готовят проекты под фонды Бортника. И, в принципе, даже есть определенное увлечение с некоторыми молодыми товарищами, значит, делать, пытаться получать деньги в Москве, вплоть до фонда «Сколку». Это здесь, в Самаре. И у нас бизнес-инкубатор ежегодно проводит конкурс бизнес-идей. В марте месяце мы подводили итоги, там победители получили в районе, не так уж много, конечно, но в районе 200-300 тысяч рублей. Это для начала определенное есть. Ну и самое главное, что в процессе вот этих вот конкурсов мы помогаем людям. По крайней мере, вот один победитель этого конкурса, он у нас в бизнес-инкубаторе, на одном из круглых столов близко познакомился с тем, кто сейчас стал научный руководитель. Декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского технического университета. Мы благодарны всем университетам, они отзываются на все наши просьбы. Да. Ну вот очень важно вот в этой среде предпринимательской штабы были связи. Спасибо вам большое. Наше время истекло. Спасибо за интересный разговор. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнали Симон.